Приветствую вас. Я думаю, что, конечно, ваш анализ является шагом к пониманию проблемы, но глобально я описал бы ситуацию немножко иначе. Глобально я описал бы ситуацию так, что, когда мужчина вам не нравится, вы ведёте себя естественно, вы ведёте себя вот именно что естественно, естественным образом вы себя ведёте с ним. Вот. А когда мужчина вам наоборот нравится, вы ведёте себя с ним как раз таки не совсем естественным образом, преследуя свои желания, свои цели, свои какие-то, может быть, незаконченные, незавершённые. Эмоционально? Незаконченные и эмоционально незавершённые. Какие-то эмоциональные переживания. То есть, грубо говоря, мужчин отталкивают и пугают не столько вашей симпатии к ним, сколько форма проявления этой самой симпатии. И то, на что она нацелена. Она, ну, я так думаю, что она нацелена на брак, на создание серьёзных отношений, на то, чтобы вы, грубо говоря, перекладываете ответственность за себя на небо. Ну и есть ещё какие-то векторы. То есть, грубо говоря, когда вам не нравится человек, вы ведёте себя естественно, вы ведёте себя самоценно и это, собственно говоря, привлекает. Но когда вы начинаете испытывать симпатию, то эта симпатия ведёт к тому, что вы себя обесцениваете. То есть, когда мужчина вам нравится, вы себя обесцениваете. Дело не в том, что вы, ну, там, шлёте поцелуйчики в мессенджеры и так далее. Дело не в этом совершенно. Дело именно в том, что вы обесцениваете себя в этом, вот, как бы основная трудность, основная модель, то есть симпатия к одному. Человеку, ну, в какой-то степени, наверное, предполагают, что вы его будете возвеличивать, что вы его будете, значит, ну, как это вот можно сказать, да, вы его будете, может быть, чересчур сильно, вы его будете ценить, вы его будете чересчур сильно выводить на передний план для себя, вот. И, в общем-то, из этого ничего хорошего получаться не будет. И вот, то, с чем нужно работать вам, это с тем, как симпатия к мужчине, да, обесценивает вас, например. Как симпатия к мужчине способна вас обесценивать, бапустил. И, с чем это связано? Ну, вот, собственно, в этом ключе, на мой взгляд, вам и нужно работать. Именно вот, ну, именно в этом ключе, именно в этом аспекте. И, собственно говоря, тогда у вас будет шанс, ну, что-то изменить, что-то. Исправить. Вот. А так, ну да, вы обсуждаете верны, конечно. Только вы склонны уходить в, как бы, ну, в объяснение. А объяснять здесь, по сути, ничего не нужно. Вот. Немаловажный момент заключается в том, для чего вам отношения в целом вообще с мужчинами. Зачем вы с ними, ну, строите отношения? Для чего? Для чего вы хотите? Вот. То есть, ну, хорошо. Одно дело. Это интимная история. Это... Понятно. Ну, более чем, да? Понятно. Вот. Интимная история. Это... Понятно. А... Как насчёт... Вот. Того, что... Ну, того, что мужчине нравится. На что ваша симпатия ориентирована, когда он вам нравится. Какое-то... Какое-то... Тогда... Чувство. На что нацелено чувство. Вот. То есть, эээ... Вот как-то нужно вам на эту тему подумать, а не пытаться выяснить, эээ... Как вы к этому... Подошли, да? То есть, эээ... Почему... эээ... Такая ситуация происходит, с чем она связана. Это уже, надо сказать, нужно разбираться подробно. Дело в том, что... Эээ... Может быть... Может быть... Эээ... Такой момент, что... Эээ... Вы... Боитесь... Близких отношений. Ну, просто вот... Эээ... Боитесь сблизяться, потому что... Эээ... Ну, лично... У меня... Возникло... Возникло... Такое ощущение... Что... Вы... В целом человек... Такой... Достаточно... Эээ... Самостоятельный, да? Достаточно такой... Эээ... Сильный... Эээ... Старающийся быть независимым. Вот. Эээ... И, наверное, несколько негативно относящийся к... Эээ... К тому, что... Вот... Принято называть... Некими... Слабостями... Слабостями... Вот... Эээ... И... Если это так... Если... Вот... Ну, если... Если это... Действительно так... То... Вы можете бояться близости, потому что она... Близость, я имею ввиду. А... Для вас... Ничто иное, как проявление слабости. Вот... Эээ... А... Слабости вы... Эээ... Можете относиться... Как раз... Такие... Достаточно негативно. Вот. То есть, ну, это вот... Может быть... Эээ... Такой момент. Эээ... Может быть... Как это иногда бывает... Не всегда, правда, но... Иногда бывает... Так что... Эээ... Эээ... Вот... Эээ... Эээ... Это... Папа. То есть, вот... Вы пытаетесь... Эээ... Завоевать... Да... Вот... В какой-то степени внимания своего отца. Вот... И, соответственно, обесценивать себя. Ну... Тогда нужно смотреть на... То, как вы взаимодействовали со своим отцом, да? И... Что у вас происходило с ним? И как вы себя ощущаете? Может быть, коротки... Вся вот эта сила? Вся вот эта независимость, которая у вас есть? Может быть, все это... Эээ... Является... Ну, все это для того, чтобы... Эээ... 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 Ну, поэтому... Это... Все, потому что отец хотел вас такой видеть. Такой видеть. А вот... И... Эээ... На самом деле, вы сами... Эээ... Ээ... Быть... Такой... Не хотите... Не хотите. Вот... Эээ... 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 Это вот... На мой взгляд, довольно-таки, такой важный момент. Но... Который я... Хотел бы... Эээ... Ваше внимание обратить. Потому что... Это очень важно. Вот... На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Да? Эээ... Значит... Эээ... Эээ... Как я и сказал, вы заинтересованы в... Эээ... Мужины. Эээ... 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 Вы в чем-то... Ну... Вы в чем-то нуждаетесь. Вы... Чего-то хотите. И... Соответственно... Эээ... Эээ... Вам нужно сперва понять, что вы хотите. Эээ... Какие желания у вас есть в... Эээ... Эээ... Симпатии... К мужчине... Проявляющейся. Эээ... А дальше уже... Эээ... Смотреть. Несколько вот... Более... Эээ... Подробно что-то. Эээ... Эээ... Что происходит. С вами. И... Как... Ээээ... Ээээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Эээ... То есть... Не нужно думать, что... Ээээ... Что решается вот... Ээээ... Эээ... Ээээ... Таким вот... Ээээ... 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 Вял и начал... Там... Что-то делать. Да... Вял и начал... Там... Как-то... Эээ... 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 Поступать. Вот, к сожалению, это не работает, у вас есть определенные страхи, у вас есть определенные сложности, у вас есть определенные проблемы, вот, но все решаемо, вот, неразрешимых проблем нет, вот, поэтому здесь исключительно все зависит от вас. Если вы захотите, как бы, ну, решать свои трудности, то все можно сделать. На этом все, я надеюсь, что вам помог, я желаю вам всего самого доброго и удачи!